Всем привет! Начинается программа телезнайки. С вами Полина Петрова. В этом выпуске мы расскажем, чем занять нас, детей, после школы. Научимся делать шипучие бомбочки для ванны. Найдем страницы пропавшей сказки. Погуляем по пешеходному центру Петербурга. И заберемся на крышу, чтобы посмотреть оттуда на город. Приятного просмотра! Во многих городах Европы стараются сделать уютные зоны, куда автомобилям въезд запрещен. В нашем городе таких пока мало. А вот как мог бы выглядеть пешеходный Петербург, мы увидим на фестивале «Живые улицы». Фестиваль расположился на Итальянской улице, от Садовой до Караванной. А еще от машины освобождена Манежная площадь. Здравствуйте! Здравствуйте! А что это такое? Это семенные бомбы, которые состоят из земли и семян, и задержат все питательные вещества, необходимые для прорастания семян. То есть мы можем разбрасывать их на газоне, таким образом там, где мы их бросили, будут вырастать цветы и овощи, и будет происходить озеленение пустынных мест. В обычные дни здесь припаркованы машины, а сегодня здесь рисуют. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, чем вы здесь занимаетесь? Сегодня у нас проходит арт-вечеринка. Вечеринка – это для взрослых и детей, может присоединиться любой желающий. Рисуют акрилом за целый час, они нарисуют готовую работу, даже не имея никакого образования, никаких навыков. Что бы вы ответили автомобилистам, которые против создания пешеходных зон? Во-первых, все развитые страны уже перешли к тому, что используют альтернативные виды транспорта. Это как общественный транспорт, велосипедный транспорт. И по выходным во многих городах закрываются центральные улицы города. В России мы сейчас как раз-таки показываем и власти, и правительству, что мы тоже развиваемся. Организуем фестиваль для того, чтобы показать жителям города, как классно можно находиться на улице, заниматься творчеством, спортом, кататься на велосипедах, устраивать пикники, чтобы люди не сидели дома, наслаждались жизнью на улице дома. На этой стене люди пишут, что бы они хотели изменить в Петербурге. Как видите, пожеланий очень много, в том числе сделать больше пешеходных зон. На фестивале «Живые улицы» прогулялась Мария Барковец. В начале каждого учебного года перед родителем стоит вопрос, чем бы занять ребенка после школы. Сегодня я расскажу о вариантах полезных, необычных и интересных кружков. Диджей – это человек, который на любой вечеринке в центре внимания. Но если вы думаете, что быть диджеем – это просто переключать музыкальные треки, то вы ошибаетесь. Здесь есть свои секреты, которые мы обучим на занятиях по диджеингу. Расскажите, что должен уметь диджей? Ну, диджей – такой многофункциональный человек. Он должен уметь работать с техникой, должен уметь работать с людьми, должен уметь общаться. С ребятами мы учимся разбираться во стилях в разной музыке. Мы учимся делать сеты, писать миксы. Если ваш ребенок любит фантастику и пересмотрел все фильмы, мультфильмы про роботов, то вам всегда в кружок робототехники. Прежде всего, ребенок получает первые навыки и знания в области техники и технологии. Ну и, конечно же, они постигают основы своей будущей профессии. К примеру, профессии инженер-технолог, инженер-конструктор, программист. Мне кажется, именно хореография развивает все качества ребенка. Это и дисциплина, это координация, музыкальность, умение вести себя в обществе. Поэтому хореография – это первый вид искусства, который надо отдавать детям. Мы в студии «Сувенир» изучаем несколько видов рукоделия. Начали мы с бумагопластики, квиллинга, бумагокручения. Занимались валянием из шерсти, декупажем. И сейчас мы шьем кукол тильт. На самом деле, многие у нас с нуля начинают шитье. Сначала мы изучаем виды швов. Рукоделие – это вот вид деятельности, когда нужно хотеть создавать что-то красивое. Аккуратность, терпение. Итак, главное запомните, в хорошем кружке можно не только получить дополнительные знания, но и отдохнуть душой. Чем заняться в свободное время, узнала Арина Жукова. Я хочу попасть в свои любимые сказки и путешествовать там с героями. Мы сегодня проживем целый день в сказочном мире. Пойдем с нами. Что такое пропавшая сказка? Пропавшая сказка – это интерактивный спектакль. Переложение сказки о царевне лягушке. Знаешь такую сказку? И сюда добавлены различные игровые элементы. То есть в процессе спектакля я собираю детей, там могут быть и родители, и веду их по сюжету. То есть мы обнаруживаем, что у нас оказывается, что страницы-то из нашей сказочной книги пропали. Я прошу ребят, чтобы они мне помогли в поисках этих самых пропавших страниц. Ну, садитесь осторожненько, сейчас я вам сказочку поведаю. Давайте посмотрим с вами. Ребята! А где все листочки? Где все листочки? Мата, быстро их искать! Давай, конечно, помогай скорее искать. Давай, 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 давай. Искать! Ух ты! И пусти Иван Царевич стрелу на болото. И досталась ему жены царевна-лягушка. Мы нашли все страницы пропавшей сказки. Побывали в волшебном мире Милана Легостева и Михаил Янович. Если вам надоели обычные экскурсии по городу, попробуйте залезть на крышу и посмотреть на город оттуда. Как раз сейчас мы и собираемся это сделать. Мы попадаем на крышу через башню местной противовоздушной обороны. Их начали строить в 30-х годах 20-го века. Всего по городу их было 180, а сейчас осталось чуть меньше 100. А вот эту башню еще в 2012 году покрасили вот в такой синий цвет. И она стала первым в Петербурге арт-объектом на крыше. Здесь работали профессионалы, которые оповещали о величайших самолетах и также следили за шпионами. В 41-м году все профессионалы ушли на фронт. Здесь стали дежурить только те, кто остался. Это женщины и подростки. Первочередная их задача стала это тушение зажигательных волн. Всегда хотела почувствовать себя руфером. Как правило, это не очень-то разрешено. Но вот на этой крыше мы находимся совершенно легально. Я слышала, что очень часто предлагают экскурсии по крышам, но большинство из них нелегальны. Как сделать экскурсию безопасной? Ну, в первую очередь, так как это все-таки крыша настоящего дома, это узкатая крыша, в первую очередь необходимо заменить сами ограждения на краю крыши. Сначала у города они очень маленькие, очень старые, прожавевшие. Чтобы безопасно выходить на крышу и ходить по самой крыше, мы взяли эти помосты с поручнями. Самое главное, они не создают шумов для жителей дома. Конкретно вот этот помост выдерживает порядка 25 человек, здесь 25 человек были одновременно. А жители дома вообще не против таких экскурсий? Жители дома даже за. Мы опросили дом, встретились с советом дома, взяли на себя ответственность за эксплуатацию этой крыши. Предлагаю посмотреть на город еще более детально. Пожалуйста. Это бинокли. Здесь более 20 интересных исторических объектов. Несмотря на то, что город у нас европейский, крыша у нас металлическая, в отличие от большинства европейских городов, где используется черепица. Петр Первый еще изначально давал указ сделать черепичную крышу. Но это было достаточно дорого. Тома технология была не отработана. И одновременно с этим Демидов, представитель производства Российской империи, он обратился к Петру Первому с тем, чтобы он поддержал российское производство. И был дан другой указ. Все крыши покрыть листовым металлом. Когда мы поднимаемся на крышу, первое, что мы видим, это то, что высота крыш примерно одна. Связано это с указом Николая Первого 1844 года о том, чтобы высота крыш в городе не превышала высоты короны Зимнего дворца. Долгое время никто не ограничил высоту домов. Но в 2015 году вернули закон, по которому конек крыши дома в историческом центре не должен быть выше 28 метров. А здесь сколько? Здесь 26. Увидели Санкт-Петербург с высоты 26 метров Мария Барковец и Кристина Захарова. А вы знаете, как превратить купание в ванной в настоящее приключение? А мы знаем. Сегодня мы расскажем, как сделать волшебную шипучку. Привет, ребята. Мы сегодня с вами будем немножечко химичить, а именно мы будем делать шипучки для ванны. Что нам для этого нужно? Все есть у нас дома на кухне. Нам нужна сода, лимонная кислота и растительное масло, а также по желанию пищевые красители и разные добавки. Допустим, сегодня мы будем использовать блестки и ромашку. Смешиваем соду с лимонной кислотой. Пропорция 1 к 2. Все размешиваем, чтобы не было никаких комочков. Сейчас я вам распределю состав. В него мы будем добавлять масло и размешивать. А сколько нужно масла? Нет определенного количества. Нужно смотреть, как выглядит наша масса в мисочке. Должна получиться такая, как морской песок мокрый, чтобы лепить куличики. Жидкий краситель имеет в составе свою воду. И поэтому начнется реакция. Смотрите. Добавляем чуть-чуть. Видите, пошла реакция. Да, пошла. Нужно быстро-быстро размешивать, чтобы ее погасить. А почему эта смесь начинает шипеть? Это химия. Вы ее будете проходить в школе. Смесь лимонной кислоты и соды при взаимодействии с жидкостью любой, с водой, она дает вот такую шипучую реакцию. Поэтому нужно успевать погасить ее, чтобы бомбочка у нас не образовалась прямо в чашке. А тебе не вредно купаться в такой бане, там где такие шипучки? Нет, это не вредно, потому что мы используем исключительно натуральные ингредиенты. Сода полезна для кожи, масло полезно для кожи. Вы можете использовать не растительное масло, а, допустим, всякие ароматические масла. Ромашку мы добавляем для успокоения кожи, а блестки для красоты. Чтобы бомбочки получились ярче, давайте в каждый отсек накидаем разных цветов. Растители пищевые, они не останутся на ванне, поэтому мама вас ругать не будет. Как же мы их достанем? Чтобы их достать, надо ждать целые сутки. Сутки прошли! Ну что, давай посмотрим, как они шипят. Моё, как шипит громко. Шипит? Шипит очень. Бомбочки для ванной сделали Алексей Козлов и Азизбек Жуманиозов. Вот и всё. Через неделю мы встретимся снова. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!